контент про кондиционеры у многих из нас стоят в америке такие оконные кондиционеры не смотрите что здесь ручка отвалилась она давно отвалилась уже этот режим охлаждения и я-то раньше думал он ставится в окошко это окно я раньше думал что он берет воздух с улицы и охлаждает его и запускает комнату но на самом деле он с улицы только охлаждает все его части которые греются а воздух он берет в комнате просто охлаждает его прогоняет и выпускает сюда прикиньте я думал что он воздух с улицы берет а он просто комнатный воздух охлаждает 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 и если вы ставите на режим вентилятора то он просто гоняет воздух как вентилятор для меня это было шоком я думал я уж говорил что я думал повторяться не буду но короче в америке популярны вот такие кондиционеры бывают конечно и другие но вот эти вот самые удобные и они стоят вообще недорого но кроме сезона конечно летом в жару они стоят гораздо дороже это понятно этот что-то стоил несколько лет назад 150 долларов и он вообще классно и вот эти вот шторки они раздвигаются чтобы вы могли поставить нормально а ставится он не просто в окошко а сзади такая подставка вот как под телевизор грубо говоря и вот он ставится уже на эту подставку в подставку кстати встроен уровень вот нам эту подставку супервайзер поставил некоторые его называют супер интендант но по моему опыту работы в разных билдингах и когда я работал в лифтах супервайзеры называют иногда супервайзера иногда это супер интендант я подозреваю что наверное это зависит от размера билдинга я в их профессиональные сетки то не особо разбираюсь но где-то был супервайзер в каких бы домах я не был а где-то супер интендант я сразу вспомнил полицейскую академию кто помнит там был вроде бы супер интендант да вот поэтому такой шок контент про кондиционер в америке они очень популярны прям вообще очень 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 но я вот так подумал а тогда можно было бы просто напольник купить да я-то думал но во первых он место мало занимать и жалко что такие дела с вами был васек из нью-йорка я думал думаю теперь надо было взять напольник вот если бы я знал раньше я думал то другое пока